Перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание, там будет ссылка на регистрацию у брокера БКС и обратите внимание, что это лучший брокер в России, я работаю именно с ним и у вас не будет комиссии вообще никаких за покупку ценных бумаг по умолчанию, после регистрации у вас будет тариф инвесторов абсолютно бесплатный. Комиссия будет только за продажу ценных бумаг, но если вы пассивные инвесторы не продаете бумаги, то вообще никогда платить ничего не будете. Если вы трейдеры, торгуете, то есть фиксируете свою прибыль, в таком случае для вас будет определенный тариф за 300 рублей в месяц, там тоже минимальная комиссия на рынке. И в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей, вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса, за 5 минут подключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же за 0 рублей в месяц, комиссия 0%, и абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант Сергей. Он вам позвонит после регистрации, ну нужно будет подождать, потому что людей регистрируется много, а Сергей один через какое-то время позвонит. Ну, если вы хотите сразу с ним выйти на связь, то у вас будет чатик с ним в приложении мобильном, а также можете номер телефона в мобильном приложении увидеть и позвонить первое. Он поможет и портфель свой собрать инвестиционный бесплатно абсолютно, и перенести активы от другого брокера, и вообще любой ваш вопрос решит, поэтому регистрируйтесь по ссылке внизу у лучшего брокера. Ровно 5 недель назад в своем телеграм-канале я анонсировал инвестиционный эксперимент, в рамках которого собираю дивидендный портфель на российском фондовом рынке, целью которого будет получение дивидендного пассивного дохода в размере 500 тысяч рублей в месяц. Вот так, кстати, это выглядело. На балансе было 650 тысяч рублей, и в рамках эксперимента, это стартовая сумма, я пополняю счет на 20 тысяч рублей в неделю. Раз в неделю даю вот такие отчеты, например, вот сейчас я тоже дал такой отчет по текущей неделе, и рекомендую подписаться на телеграм-канал по ссылке внизу, там контента много, его сильно больше, чем на этом ютуб-канале, хотя в ближайшее время буду исправлять и контент давать сюда в том числе. Вопросы могут возникнуть следующие, а что это за 650 тысяч рублей? Это, ну, типа стартовая сумма, которая изначально была на счету до начала эксперимента. Данный портфель, который вы видите сейчас на экране, я собирал еще в 2023 году, и там копейка к копейке по чуть-чуть его пополнял, 650 тысяч рублей накопил. Из истории канала вы можете увидеть, что у меня есть большой опыт работы на фондовом рынке американском, и портфели и счета там под моим управлением были сильно больше, на нескольких порядках больше, чем здесь на российском фондовом рынке. Российский фондовый рынок я раньше вообще для инвестиций не рассматривал, но после 2022, так или иначе, в 2023 пришла идея, что все-таки нужно это делать, ввести на российском брокере, российские компании, российские портфели, соответствующие цели для российского фондового рынка. На российском фондовом рынке нет какой-то возможности разогнать счет быстро во средства инвестиций в какие-то растущие компании, хотя в последнее время они так или иначе появляются, но это разовая история, и полноценный диверсифицированный портфель здесь собрать, на мой взгляд, невозможно с данной целью. Однако цель получения дивидендного дохода вполне реализуема, и вот как раз в рамках этого портфеля я буду ее делать. Итак, 20 тысяч рублей в неделю я пополняю, и вот это вот 60 тысяч рублей у меня на счету сейчас в кэше, на ближайшие три недели это вот на покупку акции, у меня тут деньги лежат, дальше буду, соответственно, пополнять. Что касается портфеля, я его в 2023 году собрал и с тех пор сильно не реабалансировал, единственное, заменил компании, которые у меня тут были не привилегированы, на привилегированные акции, и вот так он у меня в текущем виде до сегодняшнего дня и дожил. Единственное, что я больше не докупаю Газпром, вот как купил его на 40 тысяч рублей изначально, больше не покупаю, потому что он дивиденды не платит, продавать его я не буду, возможно, буду его даже докупать, поскольку он сильно упал, все здесь не выплаты дивидендов и валяются на дне. Ну, посмотрим, в будущем сейчас я его докупать не планирую. Что касается ребалансировки, ее стоит делать где-то раз в год, я ее в 2024 году не делал, сделаю позже, поскольку портфель сейчас соответствует целям, и компании в него добавлены достаточно хорошие. Что касается вопроса, Артем, почему не три акции, а почему такой диверсифицированный портфель, потому что диверсификация наше все, не стоит делать акцент на какой-то одной компании, понятно, если бы я все деньги в Газпром вкладывал в 2020, в 2021 году, например, потом в 2023, мой портфель, например, я бы там 50 миллионов рублей сюда закинул, мой портфель бы резко превратился в пыль, потому что понятно, что с Газпромом есть определенные проблемы на данный момент. И хочу вам показать сейчас динамику своего инвестсчета и как я иду к цели, это все я дело отслеживаю у себя в табличках, вот так это выглядит, и тут как раз видно, что у меня был Ростелеком и Ленэнерго непривилегированный, я их продал и купил префы этих же компаний. Вот этот меня в основном волнует график ожидаемых дивидендов в месяц, и здесь я данные обновляю ежедневно, и вот можно наблюдать, как этот график растет. Падение данное связано с тем, что я обновил информацию в таблице, она не была обновлена, как будто Газпром платил дивиденды, я обновил, что он дивиденды не платит, и вот это падение связано с этим. Но явно видно здесь такой типа восходящий тренд, и мне не важно, сколько денег у меня на счету. Если завтра российский фондовый рынок и мои акции обвалятся в 10 раз, и мои 800 тысяч рублей превратятся в 80 тысяч, страшно, в этом нет ничего, поскольку мне главное, чтобы мои компании, которые у меня куплены, приносили мне дивиденды. Если они также продолжат платить те же самые дивиденды, то это значит, что только дивидендная доходность процентная от стоимости акций вырастет, что хорошо для того, чтобы их докупить. Мне самое главное, чтобы дивиденды выплачивались, и если компания будет показывать плохие финансовые результаты, вследствие чего перестанет платить дивиденды, я задумаюсь над тем, чтобы ее исключить из портфеля. Вот именно этот происходит с Газпромом, но его конкретно вот единичный случай я исключать не буду, единственное, что я сейчас его почему-то без 10 у меня указанного вес 0 поставим, чтобы я его никогда больше и не докупал. В связи с этим у меня немножко ломается логика моих других компаний, ладно, потом я это дело исправлю. Я его докупать не буду, но из портфеля на перспективу, так сказать, не убираю, я надеюсь, что дивиденды так или иначе в ближайшие годы платить он начнет. И что ж, можно наблюдать вот другие интересные показатели, в том числе, кстати, P&L Profit and Loss у меня достигал практически 100 тысяч рублей, то есть в момент, когда фонд рынок российский сильно рос, компании сильно выросли, ну, я ничего не фиксировал и фиксировать не собираюсь, я их буду докупать, если они будут расти и тем более буду докупать сильнее, если они будут падать. Ну, вот сейчас у меня P&L отрицательный, что можно видеть по моему брокерскому счету, если я включу не за сегодня, а за все время, я увижу здесь минус. Ничего страшного в этом нет, я просто продолжаю докупать акции, просевшие. И почему этот минус образовался? Потому что многие компании сейчас выплатили дивиденды, вследствие этого цены на акции упали. Параллельно, вместе с тем, упал весь фондовый рынок России, ну, и это вот друг на друга наложилось, и мои там плюс 50, 60, 80 тысяч рублей превратились в минус 20, но дивиденды так или иначе у меня поступают. И, кстати, я хочу вам сейчас показать история выплат дивидендов, что у меня там приходило. Операции по этому счету, у меня есть еще индивидуальный инвестиционный, ну, вот по конкретно этому счету, и я хочу показать вам дивиденды, они так или иначе сюда поступают. Хотя портфель относительно небольшой, но вот эти выплаты есть. Сразу дам комментарий, что если я бы на американском фондовом рынке собирал портфель с ежемесячными дивидендами, там бы они действительно поступали ежемесячно. Здесь, на российском рынке, как правило, компании платят один, может быть, максимум два раза в год дивиденды. То есть моя цель 500 тысяч рублей в месяц дивидендов, она фактически недостижима, но я ее разбиваю таким образом, что, по сути, моя цель заключается в том, чтобы получать 500 тысяч умножить на 12 рублей дивидендов в год. То есть, сколько это получается? 6 миллионов рублей дивидендов в год моя цель получать. А дальше, ну, допустим, я получаю действительно 6 миллионов рублей дивидендов в год, я делю это на 12, ну, в среднем вот 500 тысяч рублей в месяц у меня будет в распоряжении. То есть в этом и заключается цель. Как видите, на данный момент, судя по моему учету, я получаю сильно меньше. То есть я сейчас получаю, ну, ожидаемо примерно 6 тысяч рублей в месяц дивидендов. Вот они, вот здесь вот это значение вы наблюдаете. И, Артем, это же невозможно, получать 500 тысяч рублей в месяц, нужно пополнять миллионами. Как раз-таки, эта рубрика, этот инвестиционный эксперимент нацелен на то, чтобы показать, что это возможно. Да, уйдет очень много времени на это, по чуть-чуть, постепенно, помаленечку, но так или иначе я к своей цели приду. Самое главное, что на старте понимать, что вот это вот значение ожидаемых дивидендов в месяц не нужно сравнивать с моей целью. Или иначе. Почему не нужно сравнивать с целью, с чем же это сравнивать? Это нужно сравнивать с моими пополнениями счета. Это если я пополняю 20 тысяч рублей в неделю, это получается в месяце 4 недели, 80 тысяч рублей в месяц я сюда пополняю. И именно с отметкой 80 тысяч рублей вот это нужно сравнивать. Почему? Объясняю. Если вдруг у меня портфель дорастет до уровня, где я буду получать дивидендами ожидаемо 80 тысяч рублей в месяц, это значит, что я, например, прекращаю вообще любые пополнения своего счета, реинвестирую только лишь получаемые дивиденды, и так или иначе, по жизни, из года в год, реинвестируя только эти дивиденды, я к своей цели приду вообще больше не инвестируя сюда ничего. При том, что 80 тысяч рублей в месяц, это доля от моей изначальной цели, достаточно маленькая, но относительно моих пополнений это ровно 100%. И если я, допустим, не прекращаю пополнения, а продолжаю их, то, по сути, я в месяц, хотя и трачу 80 тысяч рублей, пополнять его буду, по сути, акции покупать на 160 тысяч. И чем дальше мы уходим, тем больше будут покупки акций, включая вот эти дивиденды, которые я реинвестирую, и тем быстрее я буду достигать цели. Это как раз-таки про сложный процент, это как раз-таки про то, что начать тяжело вначале будет достаточно маленький прогресс, а дальше он будет семимильными шагами, и чем дальше, тем больше. То есть, по сути, если вот здесь будет 80 тысяч, я дальше к своей цели буду двигаться в два раза быстрее, чем в самом начале. Если здесь будет цифра в 160 тысяч рублей в месяц, то дальше я буду в три раза быстрее двигаться к своей цели, чем в начале, при условии, что я пополняю свой счет ровно на ту же сумму, что и в самом начале. В общем, вы поняли, надеюсь, что я хочу сказать. На начальном этапе эта цифра хорошая. Также, если вы посмотрите историю моего канала, да, вы увидите, что у меня был большой опыт на фондовый рынок американскому счету, там были на несколько порядков больше, чем здесь. Я сейчас не инвестирую больших денег на российский фондовый рынок. Я в основном свои накопления инвестирую в недвижимость, сдаю ее в аренду и от этого получаю пассивный доход, так или иначе. И это мой основной инвестиционный профиль сейчас. Но про акции я не забываю, про этот канал я не забываю. И вот такой эксперимент буду вам показывать, сколько у меня времени займет, на это вы увидите. Цель не быстрая, цель достаточно большая. Мало людей в России зарабатывают на работе, работая 500 тысяч рублей в месяц. А тут я хочу дивидендами пассивно получать, при том, что особо много денег не вкладываю. Понятно, что цель не является недостижимой, но достаточно тяжело ее будет достичь. Но я буду идти к этому и показывать вам. Почему 500 тысяч рублей в месяц? Потому что это примерно равно моим ежемесячным расходам. Вот здесь я тоже расходы в месяц учитываю. Они здесь упали, там с 400-500 тысяч в месяц до 200. Я просто перестал в расходах учитывать, сколько я денег трачу на жилье, на аренду, ну в данном случае дома или там квартиры, если я в другом городе, в другой стране буду жить. Потому что я инвестирую в недвижимость, и я стал вот этот вот расход свой учитывать именно в табличке по недвижимости, поскольку если я в свою квартиру перееду, я ничего вообще платить не буду за аренду. И по сути я аренду квартиры считаю теперь не расход, а минус доход в портфеле недвижимости. Ну это более грамотно считать в моем случае. Но так или иначе, цель 500 тысяч рублей в месяц это цель финансовой независимости, при которой я могу вообще ничего не делать, не работать, жить только на пассивный доход. И к ней идем постепенно. В комментариях, ребят, пишите, что вы хотели бы, что бы я разобрал, рассказал, какие принципы, какие правила, и на что обратить внимание, почему именно так, а не иначе. Возможно, даже если у вас есть какой-то опыт большой на российском фондовом рынке, у меня он вот по сути сколько? С 23-го года, так или иначе, да? Полтора года только я здесь. Хотя вообще с рынками я с 2017 года работаю. Может быть вы наоборот даже какие-то советы дадите мне по российскому фонду в рынку, хотя я думаю, что я в принципе учитываю вообще все, что нужно учитывать. И риски в том числе специфичны для нашего рынка DAF, и поэтому я большие деньги сюда не вкладываю. Спасибо за просмотр этого видео. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал. Тут будут вот такие видеоотчеты еженедельные. И перед тем, как я закончу, еще покажу вам историю покупок акций. Как раз таки то, о чем я говорил, сделки по текущему счету. Вот я на этой неделе совершил покупок. Ну, поменял акции на префы, Ленэнерго и Ростелеком, о чем сказал только что. Ну, и сделал покупку на 40 тысяч, потому что я на прошлой неделе отдыхал, был в Таиланде, и даже вот на групперский счет свой не заходил. А до этого вот можете наблюдать, еженедельно я, так или иначе, по 20 тысяч рублей покупаю акции. И последнее. Это за все время я хочу показать, какие акции мне принесли плюс, какие минус. Именно с точки зрения роста и падения. Обратите внимание, что больший плюс я заработал на Мосбирже. Ну, акции Мосбиржи выросли сильнее всего в моем портфеле. А больше всего потерял я по Газпрому, кстати, который еще и дивидендов не платит. Ну, на Ватайк тоже упал достаточно сильно. И, кстати, не все компании, которые упали в последние, не по всем им мне еще пришли дивиденды. Так что ждем в ближайшее время еще поступления дивидендов, на счет, которые я тоже реинвестирую. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, заходите в Телеграм, не забывайте про БКС. Удачи!